Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Алимбет. Народный букмекер. Уходя в 2016 году, думал ли ты, что снова окажешься здесь спустя 6 лет? Ну, как сказать, я помню тот момент, когда я прощался со стадионом, когда там даже фотка, по-моему, в интернете где-то есть, я пришел на стадион. Ну, у меня мысли были такие, конечно, но я желал тогда факелу, чтобы команда вышла в премьер-лигу, попала, там тогда состояли тоже задачи. Вот. Но, как бы, мысли были, но, видите, как получилось так, что сейчас-то осуществилось. Ты всегда говорил, что Воронеж заслуживает РПЛ. А верил ли, что клуб действительно туда пробьется, что это станет реальностью? Конечно, город 100% заслуживал команды в премьер-лиге. И болельщики однозначно это тоже заслуживали, потому что город футбольный. И были периоды, были спады у команды, и многое, многое клуб пережил. Я сейчас очень рад за команду, за людей, которые в клубе, потому что тут остались люди, о которых, ну, многие, может быть, не знают, болельщики, но это люди, которые делают такую, можно сказать, черновую работу. Там массажисты, администраторы, видеооператор. Я всех этих ребят знаю еще с того времени, и я, как бы, рад очень за них, потому что они, на самом деле, такой вклад вносят в эту команду, и она развивается. И я очень рад, что они добились этого, дождались момента, когда команда попала в премьер-лигу. А что ты чувствовал 21 мая, когда факел, твой соперник, в тот момент праздновал рядом с тобой выход в РПЛ? Ну, такие двоякие чувства были. Конечно, когда я в Балтике был, я, ну, был расстроен поражению, но, как бы, а потом со временем уже я осознал, я даже улетал в этот день и встретил ребят с команд, ну, с факела в аэропорту, и, как бы, поздравил их, ну, пожелал им успеха в дальнейшем и в премьер-лиге. Конечно, ну, у меня-то были расстроенные чувства, потому что у нас стояла задача тоже попасть в стыки, но нам чуть-чуть в концовке не хватило. А почему ты решил вернуться? Меня пригласили, во-первых. Не просто так, я, как бы, сам захотел, собрал вещи и приехал. У меня действовал контракт, и факел был заинтересован во мне, руководство, тренерский штаб, насколько я знаю. И это все, как бы, в совокупности я подумал и принял для себя решение, что мне нужно двигаться дальше и пробовать свои силы в команде премьер-лиги. А то, что еще это был факел, это, как бы, вдвойне приятно было для меня вернуться туда, можно сказать, откуда я такой начинал свой большой профессиональный путь, потому что я пришел в факел из молодежной команды «Спартака». И у меня вот этот путь начался именно профессионального футболиста в факеле. И, как бы, очень рад вернуться, можно сказать, так, домой. Как ты изменился за эти шесть лет? Ну, изменился так достаточно, наверное, во всех понятиях и человеческих, и как футболист, как в плане отношения к футболу, как профессионал к своему делу. За вот этот период именно в Балтике, Балтика очень много дала мне за эти три года, я очень поменялся, очень сильно и стал, можно сказать, чуть-чуть другим футболистом. Ну, может быть, я где-то свои какие-то качества, может быть, потерял, какую-то изюминку, но и в чем-то я тоже очень сильно прибавил. На каких позициях сейчас ты способен играть? Ну, я, в принципе, могу на двух-трех позициях сыграть точно. Это и латераля, так как я сейчас играл в Балтике, и в инсайдной зоне в центре поля. Какие впечатления оставил факел у тебя в прошлом сезоне? Команда была хорошая по ходу сезона, я следил, потому что мы так играли параллельно. И ребят многих знал в команде. Ну, а команда такая была боевитая, с агрессивным футболом, с вертикальным, с быстрыми атаками. Так, можно много говорить про команду, а так, как бы, команда, можно сказать, такая была бойцов, единым коллективом, и, мне кажется, это тоже помогло выйти в Премьер-лигу. А какие у тебя эмоции теперь, когда ты сам стал частью этой команды? Эмоции, ну, конечно, положительные. Сейчас я чуть-чуть адаптируюсь к команде, коллективу, к новым требованиям, во-первых, потому что чуть-чуть были требования другие в Балтике, и как бы сейчас, как бы, все новое. Опять же, вроде бы люди те же, но все равно я, как бы, в Балтике привык, освоился там за эти три года, остался там родным уже в команде, и сейчас тяжело, но это, как бы, сейчас из одной команды в другую переходить, но я понимаю, это ради чего, и сейчас, как бы, все дело для того, чтобы побыстрее освоиться, и к требованиям тренерского штаба, и коллективу. КОНЕЦ